Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин провел первое селекторное совещание, возглавляемое им рабочей группой госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались основные задачи регионов по профилактике и недопущению ее распространения. Участие в нем принял губернатор Тверской области. Какие решения были приняты и какая профилактическая работа идет в нашем регионе, расскажем в первом материале выпуска. Президент России в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ее руководителем был назначен мэр Москвы. Сергей Собянин в ходе селектора отметил, что главное сейчас взаимодействие органов власти всех уровней, создание системы выявления, тестирования, самоизоляции, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан из групп РИСК, а также организации единой информационной базы. Такая работа на территории нашего региона уже ведется. В Верхневолжье под руководством губернатора Игоря Рудыни действует рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Приняли меры по организации специальных мест для нахождения изоляции граждан, которые прибывают из стран, которые попали сегодня в зону ограничений. У нас есть для этого необходимое оборудование. У нас несколько больниц задействовано с оборудованными медицинскими боксами для того, чтобы было полное ограничение. И до момента получения уже подтвержденного результата анализа мы могли бы находиться в режиме и принимать эффективные меры. Губернатор отметил налаженное взаимодействие с работодателями в части выдачи больничных листов гражданам, которые будут проходить диагностику. В регионе введен круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей. Учреждениям образования в муниципалитетах региона рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. По решению родителей, ребенок может остаться дома и перейти на дистанционное обучение в школе. Во время школьных каникул, которые начнутся 23 марта, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция. Сейчас в Тверской области решается вопрос централизованной закупки средств профилактики и дезинфекции для этих учреждений. Сегодня мы на заседании правительства в закрытом режиме приняли акты по дополнительным мерам, которые необходимы нам как региону в части профилактики болезни по коронавирусу. Сейчас происходит закупка бесконтактных термометров, которые мы хотим передать во все наши социальные учреждения, в места скопления людей. Это в основном вокзалы, железнодорожные, автомобильные вокзалы. Также идет работа на автомобильном и железнодорожном транспорте по профилактике и дезактивации средств передвижения. Планируем приобрести средства индивидуальной защиты, в том числе растворы для обработки рук. В первую очередь они будут поступать в учреждения, где у нас проживают или бывают люди старшего поколения, детские учреждения. Также в рамках селекторного совещания были рассмотрены вопросы организации мониторинга цены, наличия социально значимых товаров и медикаментов в розничной сети, введение ограничений на проведение массовых мероприятий в зависимости от эпид-ситуации. А руководителям исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, рекомендовано отменить деловые поездки и служебные командировки, а также организованные выезды групп детей с целью отдыха и обучения в эпидемиологически неблагополучные страны.